Вах 46-го. Рядовой, да? Он пока остался рядовым? Пока остался рядовым. Рядовой безруких был демобилизован. История рядового безруких станет одной из сотен историй фронтовиков из Богучанского района, которые войдут в книгу памяти. Проект можно назвать уникальным, ведь в его создании принимают участие люди со всего района. В большинстве не связанные по своему роду деятельности с создательской, писательской и поисковой работой. Это работники культуры, это учителя, это работники администрации, это просто активисты, местные активисты. Поэтому очень много сложностей с этим возникает, но люди работают, это действительно народный проект. Эта книга будет создана силами жителей Богучанского района. Ни одного специалиста в области подготовки таких изданий и самой издательской работы здесь не участвуют, не задействованы. Все это ведется на общественных началах. Люди тратят свое время и силы в любую свободную минуту на воплощение в жизнь исторического издания, которое положит начало дальнейшей поисково-исследовательской работе. Идея книги памяти принадлежит руководителю района Владимиру Рудольфовичу Сауру, который, прибыв в район, исполнять обязанности руководителя год назад, с удивлением обнаружил, что в Богучанском районе нет ничего подобного, что как-то никто никогда в свое время этой темой не озаботился. Владимир Сар трепетно относится к теме патриотизма. Воспитанию подрастающего поколения с помощью этого проекта руководитель района объединил связь поколений. Находить исторические факты о фронтовиках помогают участники школ. Так закладывается патриотическое воспитание. Труд нелегкий и кропотливый, рассказывают кураторы проекта. Основной сложностью, с которой мы столкнулись, это то, что из деревни Бедабу ушло очень много фронтовиков, а на сегодняшний день проживает всего 13 человек, и родственников, к сожалению, нет, которые могли как-то подтвердить ту или иную информацию. И вообще информации, как таковой, о фронтовиках очень мало. Вот работая с Багучанским военкоматом, мы нашли всего несколько учетных карточек, списки, похоронки, что было, конечно, недостаточно для полной исследовательской такой работы. На сегодняшний день 206 человек представлены в списке фронтовиков из деревни Бедаба, из Беляк 10. Интернет-связь в этих населенных пунктах низкого качества, что осложняет поисковую работу. Мы подготовили полные списки наших ветеранов, их у нас на сегодняшний момент 177 человек. Сюда вошли не только призванные, рожденные в поселке, в деревне Пинчуга, но и все люди, которые приехали в Пинчугу жить после войны. Вот 177 человек у нас в списке, и только по пятерым мы не знаем информацию, то есть утеряны сведения, нет родственников, то есть никакой информации всего по пятерым. В Пинчуге есть немало семей, которые имели своего героя-фронтовика. Они активно помогают созданию книги памяти, представляя сведения и фотографии. Но есть герои, с информацией о которых возникли определенные сложности. Ко мне попала учетная карточка к военному билету Бортникова Иннокентия Федоровича. Он родился в Пинчуге, но после войны он работал и жил в Багучанах. Работал главным бухгалтером Багучанского Урса. Жил по Октябрьской, 1967. Может быть кто-то знает, кто это такой, может быть родню знают. Сообщите, пожалуйста, в Центр досуга молодежи адрес, фамилию, и мы придем и расспросим об этом герое. Огромное количество наград имеет Иннокентий Федорович, большой герой. На сегодняшний день работа по созданию книги памяти продолжается. Результат этой работы откроет новые факты в историях фронтовиков всего Багучанского района.